Я вас заинтригую, ребята. Мы тут кое-что снимаем со Светой? Очень интересно. Все, мы готовы. Всем привет. Привет. Меня зовут Светлана Грибковская. Это очередное интервью с очень интересной, замечательной, прекрасной девушкой Татьяной Фиалковой. Я думаю, многие уже знают Таню, потому что я не единожды ее рекомендовала как прекрасного специалиста, доктора и диетолога. И Таняны советы в свое время помогли мне наладить жизнь с собой. Это так приятно себя слышать. Кстати, мне твои советы тоже очень помогли. Правда? Я тоже очень рада. Я тебе рекомендую тоже девочкам своим. Это очень приятно, когда советы помогают друг другу. Танюш, вот чтобы ты... Когда я говорю о тебе, я говорю, что ты доктор, диетолог. И, в принципе, ты себя сделала, как мне кажется, с помощью Инстаграма. Ты согласна со мной? То есть он тебя помогает продвигать. В свое время мне помогал очень Фейсбук. И помог в тот момент, когда я создала школу диетологии, отдельную страницу на Фейсбуке. И публиковала каждый день какие-то публикации. Прям каждое утро. И вот Фейсбук в тот момент помог, именно такая была площадка для киевлян больше. Диетология для киевлян. Инстаграм, он расширил, конечно, и аудиторию, подписи. Это что-то, да, уже и страны, там, скажем... В принципе, все люди, которые говорят на русском языке у тебя, так, клиенты? Да, на русском языке, да. То есть ты консультации проводишь онлайн? Да. Причем все больше и больше, потому что это удобно. То есть не нужно никуда ехать. И я стараюсь постепенно подготавливать тоже... Что уйдет офлайн, да. Привыкайте потихоньку. Слушай, ну то, что я могу сказать о тебе, когда я слежу за твоим инстаграмом, конечно, что кроме того, что там миллион полезного контента о диетологии, о правильном питании, еще что ты очень активная, в принципе, девушка. Спорт, режим, какие-то увлечения. Вот скажи мне, что ты сегодня уже успела сделать? Хороший вопрос. Я сейчас буду такой... Проснулась. На самом деле, с утра бывает все по-разному, потому что зависит от того, как у меня настраивается дальнейший график в течение дня. Вот то, что сегодня у нас встреча, там, в 12, то я бы не успела побегать, потому что бег занимает где-то часа полтора, бывает два, потому что бегаю медленно, бегаю долго, длительная дистанция. Какая у тебя дистанция? Ну вот 10 этапов, то, что мне комфортно, и больше я пока не хочу, и меньше тоже мне не хватает для того, чтобы растрясти свои мысли, и физически не ощутить, что я разогрелась, чтобы потом размяться. То есть, что 3 километра – это ничто, а 10 как раз пока что для меня такая золотая середина. И, соответственно, это занимает много времени, минимум полтора часа, чтобы неспешно пробежаться. Соответственно, если я никуда не спешу, и знаешь, что у меня первая, например, встреча, реконсультация, вот с часа дня, тогда я могу успеть утром побегать. А сколько раз в неделю ты бегаешь? Раза три. Раза три, да? На такие дистанции, да. Остальное время там сейчас уже подключились тренировки по борду. Кто еще не знает? Два раза в неделю еще с тренировки. Ты в Киеве тренируешься? Да, на Протасово. На Протасово. А знаешь, что где-то на Голосеево еще есть? Есть на Голосеево, есть в Ужгороде, в Ужгора. Но ты все равно на Протасово. Буду и в Ужгород ездить, но лично, что без тренера уже самостоятельно кататься, тело, скажем, привыкают тоже к каким-то определенным движениям, и обычная структура говорит, что нужно еще самостоятельно катать, чтобы механически тело привыкало к положению. Ну, я, мы просто с Танюшой уже предварительно поговорили, что скоро Танечка уже будет в Буковель, еще не докатывает сезон, и вообще она полюбила зиму. Скажи, как тебе удалось вот твой рецепт полюбить зиму? Это случилось вообще случайно. Во-первых, я не была никогда в горах зимой, то есть даже те же Карпаты обычно были весной в мае или летом, и это тоже был активный спорт, было велосипедом, есть трассы-велотрассы, и, в общем-то, в принципе, что-то такая живая, все зелень, свежий воздух, а в этом году впервые захотелось, я все время думала, что это очень некомфортно, холодно, в горах, ветер, снег, что там делать. В этом году решила, поставила себе пламя на этот год, что я хочу видеть снежные горы. Хочу и могу. Да, и я приехала, и, кстати, когда выбрала, на чем мне учиться, лыжи или борт, я сначала выбрала лыжи, но потом девушка на меня посмотрела, которая записала в школу, и говорит, а вы точно хотите лыжи? Я вспомнила, что когда-то я видела сноубордистов, как они шли с бортом, какая интересная, правильная девушка. Я подумала, что ну как, ну вот они же крутые, то есть с наушников я с такой завистью внутренней, не смотрела. Не смотрела, да. Соответственно, я выбрала сноуборд, и мне прям не пожалела, не сильно вдохновила, так что зимой полюбила. Теперь мечтаю, чтобы март был снежный. То есть из твоих слов, я могу сказать, что как полюбить зиму, найти себе увлечение, которым вы сможете заниматься именно зимой. Да, да, какой-то лыжный. Возможно, это даже может быть каток, хотя каток может быть и круглый год, если там закрытого помещения, но в целом это тоже очень интересно. Но лыжи тоже могут быть круглый год, теоретически. Причем беговые у нас есть в Киеве на Трухановом острове, и в Голосеево тоже на ВДНХ. Можно на беговых кататься. Ну, по сути, нам обычно хуже, потому что у меня нет травматичности, если кто-то боится каких-то падений. Это прекрасно. Падения нужно привыкнуть к ним тоже. Ты привыкла? Да, я привыкла и, в принципе, не приняла это. Да, ну, в общем-то, можно защиту одевать, но мне комфортнее, когда тебя свободно, и нет каких-то наколейников. Ну, ты же одеваешь шлем? Шлем обязательно. Шлем, токти, это все. Минимальное, что-то ты одеваешь. Скажи, пожалуйста, Танюш, вот что тебя вдохновляет просыпаться и делать все новое и новое совершение? Что это в будущем? Какая награда? Не то чтобы награда, я настолько ценю время, что вот бывает, если день проходит, и совсем я все успеваю то, что мне хочется, и что-то отменяется, или там включаются какие-то внутренние механизмы, то мне очень жаль, что проходит день, и особенно, если у меня дни такие, например, льет ливень, не можешь никуда выехать, там что-то отменяется. День вот каждый, он же дается один раз, и по сути, очень странно для меня выглядит мнение людей, что надо чуть-чуть там потерпеть, надо подождать, вот мы там планируем что-то такое, о чем мы считаем, там скажем, месяц-два, и до этого мы просто проживаем в ожидании, а не живем вот этот момент. А не наслаждаемся каждым днем. И поэтому для меня вот самое такое, что мотивирует вставать утром, это то, что вот он день, который не повторится, давай, товари, что-то делай, и, в общем-то, конечно, больше всего вдохновляют люди, которые пишут какие-то благодарные вещи, что кому-то плане ты работаешь, что кому-то помогла. Это вообще настолько, ну, это кайфово. Тем более в твоем вопросе, когда ты не просто человеку даешь какой-то совет, который облегчит ему так или иначе жизнь, ты не просто облегчаешь жизнь, ты делаешь его здоровее, красивее, счастливее, а все же идет от самочувствия. Играет просто роль, смотря какая была еще проблема у человека. Есть часть людей, которые просто пишут, например, что я вас давно читаю, вы мне уже помогли, что я вас читаю. А когда какая-то прошла у нас консультация, плюс работа, и человек действительно решил свою проблему, то это вообще, ну, вот, это вообще классно. Прямо такой бальзам, да? И наоборот, если кто-то, например, мы лечимся, и я вижу, что что-то не такая недостаточная симптоматика, я переживаю, то есть я, ну, как бы, это хирург. Вовлечена в этот процесс? Ну, то есть не просто, да, больной, идите вот три капли и лечитесь. Ну, одно дело, когда я вижу, что человек сам виноват, или он просто обманывает, такое редко бывает, но бывает иногда. А другое дело, когда человек все выполнил, вот действительно старался, я вижу, что нет такой динамики, как надо, тут, конечно, у меня начинаются черные дни. Ну, я думаю, да, что ты все равно помогаешь своим здоровым пациентам. Скажи, пожалуйста, я смотрю твой сторис постоянно, много и часто, и очень, мои любимые, это про твой завтрак, когда ты что-то готовишь, ты всегда готовишь что-то мега особенное. Твое любимое блюдо или несколько на завтрак? Твой вот массаж. Любимое блюдо как раз не самое особенное, скорее, оно довольно уже банальное. Мне кажется, ты догадываешься. Нет, 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 это вкус. Я уже догадалась. И с авокадо, может быть, еще на авокадо сейчас мне нравится или икра, или даже могу пить в блюдо и нехороший лосось и, в общем-то, добавить вот такой, довольно он жирный получается цветный запрак, но иногда себе такой позволяю очень хочется. Ну, он просто ранним не бывает, обычно завтрак все-таки у меня поздний. Поздний? А сколько ты запракаешь? Ну, где-то ближе, сейчас ближе 12, то есть 11, 12, в зависимости еще когда проснулась, если совсем рано, то чуть раньше. Ничего себе, то есть ты достаточно поздний завтрак на самом деле. Я думаю, что здесь будет для твоих подписчиков интересно сказать, что ты на самом деле ешь, я имею в виду из продуктов, то есть ты ешь мясо, не ешь рыбу, морепродукты. Вот расскажи, расскажи немножко, я уже о тебе знаю, но мне кажется, не все понимают до конца. Не все, да. Так как у меня в прошлом было разного рациона, соответственно, некоторые еще помнят, что у меня был ты все перепробовала. И сыроедение, было так, веганство, ну сейчас у меня вегетарианский рацион, что я не ем, не ем мясо, молочные продукты, все остальное может быть. Так или иначе. То есть может проскакивать, может там рыба, яйца быть. Стараюсь избегать глютен, самое такое, потому что сейчас это не просто маркетинг, это уход, а титно в этом есть. И сахар, наверное. ну сахар однозначно. Уже, не знаю, много лет это было не присутствует. Кстати, на правах рекламы хочу сообщить, что у Танюши какого числа? 16-17, 2 дня. Марта. Марта. 16-17 марта будет проходить безумно классная лекция про сахар и про кожу. Про сахар я уже знаю, была, но понимаю, что Танюша еще что-то расскажет. за год столько всего появилось новостей. Поэтому я иду, вас приглашаю, поверьте, ваша жизнь никогда не будет прежней после сахара от Танюши. Что еще хочу спросить? А вот так или иначе, ты все равно часто бываешь в ресторанах, в кафе. Есть ли выбирать со всех ресторанов нашего города? Какое и где твое любимое блюдо? То, что ты всегда всегда с удовольствием. Есть такое? Начну с тобой, что есть блюда, которые для меня безопасны, я в них не сомневаюсь. Это овощи гриль. Обычно я еще прошу, чтобы меньше добавляли масла. Если, например, я, это, скажем, не то, чтобы любимое блюдо, но оно универсальное. Если я не знаю, что выбрать, в дополнение к чему-то или самостоятельное блюдо, будут овощи гриль, в которые я попрошу добавлять меньше масла. Что-то прям такое любимое? Наверное, какой-нибудь либо салат, либо каша из кино с авокадо, с какими-то семенами. Ну, вот так. Яйцо пашот, яйцо пашот, яйцо пашот, яйцо пашот, шпинат, авокадо. Вот такие комбинации. Я их обожаю. А как ты относишься к паленте с яйцом пашот и пармезаном? Положительно, конечно, это очень вкусно. Я стараюсь сыр тоже так избегать, но если он проскакивает, то только получу удовольствие, я все, не буду заморачиваться особо. Скажи, пожалуйста, отойдя от гастрономии, например, у меня, можно сказать, что почти в каждом дне есть какой-то саундтрек дня, который меня вдохновляет, как-то наполняет чем-то и настраивает на нужную волну. Учитывая, что ты бегаешь, у тебя тоже, возможно, есть какие-то саундтреки дня. или? Менил такой хаос в моих музыкальных паштанях, что это может играть и Франк Синатро, и Макс Барских, и наши все там Светлана Лобода, и Лана Донрей. Ну, вот все, все, это нормальный набор современного человека. Мне нравится, что эта музыка перескакивает, например, бежишь, и что-то играет такой мелодичный, спокойный, например, мачете, любовь или нежность этой песни. Ты такой весь на меланхолии, и тут вдруг такой взрыв эмоций, и уже кто-нибудь другой тебя просто будет выражать. И тут Макс Барских поет свой новый альбом, и ты уже... Так что, ну, вот как-то так. Нет каких-то таких прям любителей, ну, Бидва, вот то, что я очень прям люблю-люблю. На концерт хочешь? Хочу. Я хочу. Прямо в Питер, на белую ночь. Давай поедем. Вот, кстати, давай. Запросто, ну, в Питер надо. Я очень хочу. И как раз я хочу. И за два, если вам порешали. А теперь, ну, есть еще несколько у нас вопросов. Мне интересно, вот какие ты, назовем, три качества ценишь в людях превыше всего? честность, простота и, наверное, открытость. Просто меня больше-таки люди притягивают, когда простые, открытые, честные. Бывает, первая встреча, это уже чувство человека как родного. Это может быть много других качеств, если человек закрытый такой... Сам в себе. И себе немного, ну, как, накручивая где-то себя, не может открыто общаться, то, наверное, с такими людьми мне сложно. Возможно, в какой-то мере я сама закрытая человек, поэтому меня тянет к людям более открытым. И вот тогда мы находим вообще выравнивание, что я знаю, что я довольно закрытый человек, хотя вроде бы могу что-то рассказывать, вроде бы открыто, но в целом замкнутость есть такая интроверсия. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть девиз, с которым ты идешь, живешь по жизни? Часто, кстати, в интервью меня спрашивают девиз или как это называется еще, синоним есть такое цитата. Ну, вопрос в том, что прям такого девиза, чтобы я как-то оформила свою основную мысль по жизни, его, честно, нету. То есть, каждый раз это, я думаю, а какой же у меня девиз? Ну, наверное, жить просто полезно для общества и в удовольствии себе и любить себя в первую очередь, потому что, как говорят, знаешь, есть моральные такие установки, что полюби ближнего как самого себя, но как самого себя. То есть, сначала, да, зауважать, полюбить себя, позаботиться о себе. Ты сможешь уже оценить другого человека, насколько его можно где-то полюбить, зауважать. Ну, вот так. Согласна. И баланс. Все время ищется баланс. Это, конечно, не лозунг, но очень хочется все время быть в гармонии, в таком мирном самочувствии, состоянии. Вот, наверное, это основное, с чем вы просыпаетесь и думаете, тут где-то какое-то переживание, остановись, успокойся. Это, скорее, не лозунг, но это подсознательно всегда такое ведущее что-то. за тобой можно сказать, что ты свою гармонию находишь, потому что... Да. Я иногда теряю, но сразу пытаюсь найти. За тобой действительно приятно наблюдать и хочется вот есть эти же продукты, бегать между дорогами тоже в поиске вот этой гармонии этого дзена. Поэтому однозначно. А скажи мне, а без чего бы ты в этой жизни сейчас, например, трех вещей не прожила бы? Это касается каких-то материалов? Каких? Вот просто. Вот самая важная вещь в твоей жизни. Может, спиртовый хлеб, например. Нет, в плане продукта, кстати, без всего бы, наверное, прожила бы, да. Даже оставь меня с горячей водичкой спокойно там три дня себе не заморачиваясь проживу. Ну, в современной, наверное, жизни. Вот, возможно, без какой-то технологии. Наверное, без своих косметических стресс для лица, честно. У меня прям сейчас зависимость не всегда может девочки покаживать за своей кожей вечером и утром, что вот если я в дорогу, например, я представила, что я забываю эти свои все уходовые средства, у меня нет катастрофа. То есть лицо обзвожено и так далее. скорее всего, девочкам будет интересно, что, буквально вкратце, расскажи, то есть, что это за средства, что ты делаешь? Мне подбирают мой косметолог для моих проблем или там склонности к коже к каким-то проблемам. Это абаджо в основном, такая антивозрастная, все-таки 30+, и, в общем-то, это скрабирование, это легкое осветление пигментных пятен, когда они бывают, и, ну, увлажнение. Да, увлажнение. Что, наверное, здесь важно сказать, что? Полюбила. Да. Раньше я все время смеялась, причем с мальчиками, обсуждала нас, девочек, что какие мы, ну, как же так сказать, помягче, наивные, что... Верим во все, да? Что съедем с утра с патчем, якобы это снимает отеки, вот якобы нужно меньше жрать на ночь. Ну, такая была история наших разговоров. На самом деле, вопрос в том, что мы можем просыпаться в хорошем самочувствии утром, но тем не менее, эти патчи, они все равно помогают, и если их охладить, то убирать какую-то лишнюю тушность, так что... Патчи всему голова. Да, я уже все к типажке. Да? Патчи. Я, кстати, признаюсь, еще нет. Нет? Ну, может, я к этому приведу. Хороший патч. Хорошо. С удовольствием. А еще знаешь, что, Нюш, скажи мне, был ли в твоей жизни совет, за который ты очень благодарна, который изменил вот ход твоей жизни? Да. Что это за... совет от Максима. Максим Тимрюк, привет тебе. Ты будешь слушать, возможно, совет такой. Да, он мне был накануне Нового года. Так. Я была очень уставшая, и у меня все навалилось, все дела, кучу. Все про меня вспоминали активно, писали, звонили, и, честно говоря, на этом фоне даже была такая уже склонность к каким-то паническим атакам, потому что это многозадачность. Даже есть такая в медицине, в официальной медицине есть одна из причин депрессии, каких-то состояний психологических, там много задач, она так и пишется, то есть один из пунктов. И, соответственно, я в таком некотором отчаянии, и он мне дал совет, что он, он скорее на своем примере, сказал так, я там, где могу делегировать, делегирую всегда, потому что я ненавижу однообразную работу, которая постоянно повторяется. Я подумала, слушай, ну правда же, сколько я делаю постоянно одну и ту же работу, которая мне неинтересна, то есть постоянно писать одну и то же каждому человеку в тот момент, когда я могу написать какую-то очень важную информацию, написать там публикацию в Инстаграм, ту же, которая будет актуальной, и кому-то поможет. Да, а не писать какие-то одновразные вещи, которые может исполнить, у кого-то другое. И, конечно, прислушиваюсь к его совету и запомнила эти слова навсегда, что можешь делегировать то, что тебе неинтересно, делегируй. Ну вот в этом году делегировала, и у тебя появилась помощница, правильно? Да, появилась замечательная Аня, которая сейчас активно общается с моим пациентом. Я думаю, что твоим подписчикам тоже будет очень интересно, особенно тем, кто хочет к тебе на консультацию. Вдруг ты знаешь секрет, как к тебе записаться на консультацию? Не имея административного ресурса, например. Можно просто подойти на улице. Если вы увидите Таню, подходите и скажите вот очень хочу давно к вам записаться, и я вас прям запишу. Ну, а если вот не видите, реально человек может только через Инстаграм записаться, писать? Да, администратору, да. Я думаю, что это самый оперативный... Просто ждать своей очереди, вам ответить. По мере того, как до вас дойдет очередь отвечать, то Аня вам ответит и запишет обязательно. В принципе, все записываются довольно часто оперативно, просто что очень много ждало людей, когда наконец кто-то ответит, ты их набралась целая сейчас несколько сотен, да, они сейчас отвечают, им сложно сразу с ним ответить, но уже в мае, я думаю, в мае-марте. Марте. Да, будет попроще. Так что, ребята, все запишутся однозначно, кто дождется. Танюш, а есть ли у тебя несколько рекомендаций, три, четыре, по здоровой жизни, вот что делаете так, 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 и у вас все будет хорошо? Пить тепло-горячую воду по возможности всегда приема еды и всегда. Неважно сколько, буквально маленькими глоточками перед каждым приемом пищи два-три глотка уже хорошо. Следующее, завтракать только когда есть аппетит, а не есть, потому что потом позже некогда будет, как обычно, это очень частая история, что едим просто потому что надо. и третье, вот как ты так сейчас подумаешь, что такое основное? Может, это активность какая-то? А, не только мы про еду говорим, да? Конечно. Да, конечно, здорово. Активность должна быть, причем, я все-таки знаю, что... Какая? Шаги там? Она должна быть регулярная, ежедневная, вот, наверное, самое основное, потому что у вас может быть три тренировки в неделю, но по научным исследованиям они могут быть интенсивные тренировки, но они не дадут вам результата. Да, в процентном соотношении нет продолжительности жизни по исследованию. То есть, это может быть лучшая фигура, потянутость, но продолжительности жизни и качество жизни. Полная вода оздоровления не будет происходить, поэтому должна быть ежедневная физическая активность. 10 тысяч шагов хватит, или сколько должно быть? считается 10 тысяч как самая оптимальная. Я хочу, что? То есть, вода, завтракать, когда тебе хочется и активность ежедневная. Да. Я, в принципе, поддерживаю, все у меня получается, кроме воды. Но я буду стараться. Это самое простое, кстати, можно даже здесь спросить, чтобы приносить тебе деньги. Да, да, абсолютно, с этим согласно. И, Танюш, и вот знаешь, у меня такой оригинальный вопрос в конце. Если бы ты сейчас покупала яхту, как бы ты ее назвала? Любовь. Прекрасно. Давайте, как говорится, за любовь, мы с Танюшей выпьем. Конечно. За любовь. Спасибо большое. Это честь моей мамы. Да? Я даже думаю, если я когда-то открою клинику пузиатологии, она будет называться Любовь. Ну, это замечательное название, замечательное имя, которое несет в себе вот эти прекрасные эмоции, поэтому с любовью ты делаешь свой контент, ты принимаешь людей, это видно, чувствуется, так что хочется тебе пожелать много-много-много замечательных людей, которые будут с тобой. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилось наше интервью, поэтому подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на Танюшин инстаграм, и мы вас будем ждать за новостями. Да. Мы вас будем радовать. Пока. Пока.